поставим шкаф с ума не мадыка я же здесь в славе босса поклонский 1 копию билин вторую кушаем нет не кушаем рыбу нету рыба поставлю рыбу же кота найти рыба комбат 62 рогатина опять с легендс наверно тоже типа пишет врачом торопишь мостах тренопом нужно на кота зайти он сможет чек укус хиры гуляй босса пока каску вашу личке забыл сказать как они раздевают эти каски здесь можно падать уже что показать от хил чем на месте стоял Слая, надо отбегать отбегать, да он их ремко сплют, отнести на рейд. Они 5 сиколов щас будут что-то говорить про сиквел. Вообще да, можно посмотреть просто. Ну, опять же, я говорю, тут надо на рейд играть. Смотри, там у Беллина, он второй по хпс, по хпс ебать. Таник играет на рейд, отходит от босса с вихрем, хилы играет на рейд, хилят танка, я тебя живу. Да вон развертка, там хилил только холеприст, всё. Беллина ревностный прок, но он перехилил ревностным, блять, Машулечку, Бирвана и Фукасаку, блять. Ходит прокомол, перехилил 4 хила, блять. Всё, а тут не отходи и отходи, и может можно выжить, но всё равно не будет. Всё равно Числаве надо отбегать от него, прожиматься. Нет, 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 Числаве, подожди, это не ты, я думал ты просто танешь. Сорян. Машуленька каску просит в это время, пишет в чате, танк падает, у Касаку куда-то отходит. Ну, Крель, забыл повесить частицу на кого-то. Мать здесь речь. Нет, где поворот? Ну, никогда ещё не было такого. Не переживайте, мы тут добьём 2 босса, пойдём спать. Ну, нормально, триль, да, получили, хватит. Один, мы берём ещё, получили только. У нас баф. Сейчас, объеду кулаку. На, Халк, попробуй убить без нас тогда. Поэтому буду ждать. Клин готов. Сейчас, минуту Яману рез. Минуту. Белина, ты копию танчишь? Да, второе. Слушай, если ты будешь кидать и правосудие справедливости, она будет очень медленно ходить с этим штормом клинков. Будешь получать буквально один-двесухи и всё. Гуляй босса. Гуляй босса. Работает только на копиях. Приехал. Двое сильнее страдание. Кабплю с поломен. Двое сильнее страдание. Кабплю с поломен. Продолжение следует... 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 Че он спекаться будет? Будешь спекаться литомэн? Я думал, бомбок. Это рога. Я уже спекнул эту рога. Отличный. Смотри, какая тема. Прощай. Я тебе объясню, чтоб ты понял. Символ веера увеличивает твой напул и символ чего там второе? А, маленькие хитрости. Увеличивает длительность напула на 6 секунд. Это необходимые символы для РС-25 Гер. Твоя задача напуливать 10 големов на протопала. Поставь, пожалуйста, эти символы. Тебе их передадут сейчас. И коварный удар, и эти два символа. Давай. Ну да, можешь и не слушать, в принципе. Ладно, по тактике, что тут у нас? Давайте чек на АФК. Еще раз, подожди. Слязу хил еще. Какие хитрости не надо. Там он увеличивается на пару секунд. Не-не, надо, надо. Увеличивается. Это 3 веера. В протопала ты даешь напул, чтоб хилы не дохли. Ладно. Другой рога будет выносить метку, и твой напул зарешает вообще весь рейд спасет. Так, Ваня. Сюда клеим свет. У остальных. У нас есть череда. Первая пати во тьме. Хаббат и во тьме. Это не ошибка. Нам некого закинуть просто в свет больше. У восьму точнее. Твертая пати остается добивать голема. Харзул кинет шоссе с на третьей фазе на Холли Пала. Мелкий трэш напулеваем на Белина. Вторая пати. Белин. Свет танчит. Клонский, Вячеславия, Тимон. Чек. Пишем в РК на какой спек ролим. Куда получаем ЕП. Какой танк, скажите, пожалуйста. Белин, да, который? Хорошо. Ваня, ты тут? Вот так, а мне ничего не ходим. Мы просто чекаем на готовность на путь. А нет, еще потащите. Поклонский остался. Крикните, когда будем кулять. Чек опять. Поклонский готов. Поклонский уже готов. Остается Ваня и Кралька. Я. Крэйзи Сокс готов. Микролабик. Ваня готов уже? Ваня. Да, готов. Начинай. Начинаем. Славя, начинай. Кто-то поплатился. Тралька, Аспула, Звездопад. Меликий Стрим в квадрате. Ватьми, Алифин, диспелишь ты. Первую фазу тоже диспелишь. Побежали метеор. Через хвост возвращайся в арт. Пурики стакаем раскол и кричим на хп перед заходного тюна. Далеко бежим. Клот, а метка выноси. Кота у нас нет, поэтому можно хорошенько влиться в трэш. Это касается третий фазер. Тресия меткая. Оббежали метеор. Ниди, как уже квадрат убежал от вас всех. Далеко-далеко. Уже в рейд. Редро отойдет уже. Клот, а метка. Пасоку за ней, Вильдера. Захоти сразу. Четвертой патти добиваем кружок. Крыть его со сгонек. Витамэн. Зайдешь в тебя? Да, да, да. Плот, а бей, взрывом разуме. Сколько я знаю, ты заебал. Плот, а бей. Вот. Забыл поражать звездопад. Катя, куда зайти? Как говорится, на отморке. Семь раз чекни, один раз зафух. Так, кралька, инер, машулечки. МК, дай. МК, на время не снизим, хрызу внимательно. Лиф, я не забываю исправить. Я просто повторяю вам. Даль. Кралька, смотри, ты звездопад на первый трэш, я на второй. Понятно? Ага. Здорово. Иван, здрасте. Выходим в свет. Первая пати остается во тьме, все остальные в свет. Так, в свету рост. Эй, Крэйзи, сок, что ты вышел? Ну, побей пока с нами. МК, дай. После скальтика давайте мы зайти, ладно? Там лезвие сейчас? Все, пусть заходит, ходили. Подожди, не заходи. Теперь заходи на танки-метеор, смещайтесь в квадрат. В эти меру сдаем. Стали, квадрат, РДД большого голема, меликий-мелкий трэш. Крызу, не наноси метку. Это мой был? Да, справа. Да, это твой был. Катапульта, бей Большого голема. Какого хрена ты бежишь, пилиона? Почти чайный переключился. Я сейчас вижу, алтметка. И спейлер. Толик-квадратик. Трэш помогаем добивать, отлично. Побежали, метеор. Налеко бежим, смотрим за лужами. Смотрим за лужами. Маги, шипристы, доты, мхалиона. Взревом разумом, бьем Халку на 7-метку. Диспейлер. Большого голема переключились все, быстро. Так, дал звездопад. 23% хпл Белина. Баш, метка. С рифа-гро. Толик-квадратик, помогаем добивать трэш. Иссушение, кресты и так далее. Побежали, метеор. Далеко бежим. Килим танка. Мы уже в рейде. Отбегаем. У нас в процентах. Торзула на 7-метку. Диспейлер. Все в Большого голема играем. Потом мелкий трэш. Кристы и Иссушение на мелкий трэш. Маги, огненный столб, не забываем. Бартон, метку. Назад, внимательно. Катапульта, метку. Сам диспейлишь. Трэш мелкий добить. Не забываем тут от Халиона. Побежали, метеор. Капельку на Ваклонского, Белин. Далеко бежим. Лужи левее. А квадратно внесем. Сейчас дам, сейчас дам. Кралька, инерфу, косаку. Катапульта, выноси сам себя. Большого голема играем. Катапульта, глыбу. Не знаю, думаю, не захилят. Давайте в Большого голема играем. Хаба, метка. Анакриель, метка. Теперь трэш, помогаем с ней. По-классски прожимайся. Халипал выносит метку. Трэш добиваем. Калена пока не бить в свету. Не бьем в свету Халена, курим. Побежали, метеор. Калена в свету не бить, ждем 60. Потом, может быть, добьем его. Баш, метка. Далеко отбежали. Акриель, метка. По-классски прожимайся. Клота, гимна отхил. Гимна отхил, Клота. Гимна отхил. Господи, гимна отхил. О, нет. Танк умирает. Отлично, жив. Играем дальше. Всем Большого голема играем. Ельдаль, теперь ты, гимна отхил. Вот метка. Тралька, выноси метку. Добили Большого голема. Играем теперь в Мелкий трэш. Быстрее метку. Тралька, стопайте дамаг. Крэзисокс выходи в свет. Будешь дамажить. Перебежали. Капли на Поклонского. Прожимай все, что есть. Добивай уже. Машулька, выноси метку. Отбегаем от лоши. Накрель метка. Не знаю, чем сейвой танка. Спасайте его, короче. Белина, захильте. Все, добиваем босса. Вот, отлично. Возможно, это стечение обстоятельств. Ну, с хорошей, за хе-бей. За Неликой, обойди, уличка, это рога сказался, что. Дух тут, Васька. Вот, в части 4 хочет выигр, который дамажит 9к. Это бездельц, это позор. Смотри, что это за хуйня. Что это за хуйня, рога? Мое дело было на пул. Я напуливал в основном. Я даже не дамажил. Кидай его в честь, короче, его наскорбили. Пас, пас. Далее, тихо. Ладно. Просто 4 напульщика было. Просто, по-моему, в 2015-м такой, как раз, не нужен был. Хотите, я еще самое интересное скажу, рога, слышишь? Ну, у меня есть канал на ютубе. Ты там можешь увидеть видео, как я играю за рогу. Даю так же, как у меня. Можно перстить за 10%? Ты слушай, воин дамажный день, короче. Сначала на мейн. Бартон, у тебя нет лого и рога, поэтому ты получаешь ЕП на эрдру. Когда ты оденешь рогу на фулспек, ты сможешь его перевязать к другому персонажу, получать двойное ЕП на Бартона, например. Кто-то поставил портал в мокре. Там портал в портале... Лично на двойное ЕП, да? Скинь ты мне видео, где правильно рога и тогда играть. Как ты там играешь, там, на ютубе. Сейчас, сейчас. Короче, я тебе дам ссылку на канал. Там найдешь рейды. И там, короче... Я просто хочу такой же ДПС, как нейрон выдавать. Блин, 18 тысяч ДПС. Я же сказал, за 10. Вот эти самовозги. Ты на хила рулишь или что? На РДД я же написал в РК. Я сказал, за 10% в кольцо готов забрать. Нет, тогда отдавай сейчас машуленьки за половину. Я не услышал. Я могу отдавать хорошие ДПС на сколько? Это пипец вообще. Вот где на канал зайти? Кого вот эти сапоги? Вот эти на ханта. Вот. И потом, когда ты посмотришь видео, может быть, даже я в Дудию приму. Какое именно видео? Где? Ну вот на канале я тебе скажу. Терешки 10% в РК. А это первый рога PvP? Где именно? Нет, нет. Там, короче, сейчас плейлист. Давайте этот вагинок не перезайдет и дайте там говорить про видео свои. Там немного мешает просто. Где у друга канал туда? Ладно, пошли в ВК. 3К и П. Изи. Так, короче, плейлисты там есть. Вот они подписаны следующим образом. Вот, допустим, плейлист Darkstar's Wolf Circle, Logan 3, PvE, X1, Void, Reidy, Решетка 4. Это, короче, вот как, когда так лист подписан, это означает там героики CLK и RS 25 Гер. Вот это же четвертый по счету лист, там еще три листа есть, там по 200 видео. Вот, в таких, в этих плейлистах ищешь видео, допустим, я вот открою номер 4. Так, и вот здесь вот смотришь по названию. Там подписано, кем я в рейде. Получается, SCP, пропал, хэпприз, прокручиваем вниз, пропал, корок. Вот, опять же, нашелся. 28 минут, 12 секунд. Вот, где корок подписано, там можешь посмотреть, перемотать до убийствах Алены, посмотреть, как я дамажу. Вот. Нашел? Скорее всего, в этом канале нельзя говорить. Вот, тут, наверное, можно. Нашел видео, да? Раз, два, три. Слышно? Вот, да, я говорю, 16 тысяч ДПС. При своем ГС я смогу выдавать столько же? Ну, или хотя бы там приближенно, хотя бы 15? Да, 13-14, а сколько у тебя ГС? 6,3. Да, конечно, смотришь, 13-14, 15 даже. Это все зависит от... Игра в основном там идет по трэшу, то есть весь дамаг. Ну, ротацию... Ты комбат-рог или мутик? Комбат. Комбат. Подожди, а вот как так-то, как ты так выдаешь, что у тебя получается? Вот, ты можешь не просто вот так вот сходу просто объяснить ротацию, как бы вот, как правильно именно я сравню с своим? Ну, вот правильно, допустим, есть вариант напуливать с пула босса на БДК, и тогда до метеора откатиться. Либо не напуливать, ну, некоторые... Там рискуешь, там, секунды. Ну, допустим, если не напуливать, бежишь на коне к боссу, нажимаешь на босса коварный удар один-два раза, нажимаешь мясорубку, потом нажимаешь череду, это считает двой бурст. Все там... Потом бьешь, можно успеть, допустим, потрошение сдать на пяти очках, и потом уже, когда перебегаешь на ту сторону, добить пять очков и кинуть мясорубку на себя на пять очков, чтобы она висела, пока ты заливаешь трэш. Падает метеор первый, вылезает трэш. Сначала лужи разливаются до конца, вот эти четыре. Как только они разлились, ты нажимаешь адреналин, потом шквал клинков, который вот этот АОЕ дает, потом ты прожимаешь макрос на пул на протопало, и в этот момент, как ты его уже прожал, должны бежать мобы под боссом. И вся фишка именно в том, и задача Роги, нажать вот этот на пул до того, как мобы уже в трэш, в этот вред придут, и начинаешь нажимать веер клинков. Все, веер клинков дает огромный дамаг, по десяти целям, по боссу сразу яд, и все это прокает. Ну, под адреналином, конечно, самый большой бурст. Первый крэш там, и на второй фазе, на третьей, когда выходишь, когда он откатывается, это самый большой бурст. Все остальное чисто на пул, когда, допустим, бурстов нет, второй метеор падает, все, перебежали там. Смотришь, падает метеор, стопаешь коварный удар, у тебя уже мясорубка висит, все висит. Стопаешь коварный удар, немножко резаешь энергию, ну, там, чтобы 70% я была примерно. И, как трэш появляется, сразу нажимаешь на пул и нажимаешь веер. Все, ничего, блядь, сверхъестественного больше нету, у Роби. А этот, а если в целых, на сурке, как вот выдавать такой же ДПС? На сурке... Жать, точнее. Я, короче, на сурке выдавал 17, что ли, с чем-то. Я много не выдавал. Вот этот Роби, который Джерри, он выдавал там и 19, и 20, что ли. 20, не знаю, ну, какой-то у нас в гильде выдавал 20. По сурке... Вот мне иронно, я вижу, говорю, у него шикарный ДПС, на самом деле. 18 тысячи, это круто. Это вся фишка именно в том, что он знает, что, когда сжать. Вся вот в этом фишка. Понял, он давно заиграет за него за Роби. Я просто, я Роби выдаю, вот я держу 14-15 тысяч, держу на сурке. Ну, и нормально. Это вот мой ДПС, я говорю, я могу дамажить за Роби. Вот здесь выскажу, у меня... Сказали, типа, этот, напуливать. Я стоянно... Ну, понимаешь... У меня в Вере Клинков, я не шквал, не вот, мясорубка, конечно, была, но она, ну, как бы, не постоянно. Я знаю, там, шквал Клинков, выброс адреналина, мясорубку, и просто пошел в Вере Клинков, Вере Клинков. Это, я знаю, что он хорошо, он был... Смотри на пул, на пул, ты, как вот эта мясорубка, она должна весить постоянно. Нельзя допускать того, чтобы она спадала с себя, чтобы не было это, ну, это потеря огромного ДПС. Основной ДПС уроги идет от автоатаки, по боссу, ты постоянно бьешь. Если ты никого не бьешь, то у тебя энергия восстанавливается медленнее, потому что есть талант какой-то там уроги. Сейчас вот я открою, посмотрю. О, в комбот ветки сейчас... Живуч, нет, нет. Так, вот, каждая успешная атака левой рукой с вероятностью 20% позволяет накопить 15 единиц энергии. Каждая успешная атака. То есть, считай, каждая из 5 атак, это что там, за 5 секунд у тебя 15 единиц энергии резается. Вот. Там вроде под скоростью быстрее, там 06, 06, 07. Короче, за 3-4 секунды у тебя 15 энергии должно резаться. И оно будет резаться, если ты будешь бить Холиона. То есть, стоишь на максимальном расстоянии от Холиона, его бьешь белыми атаками, и в то же время у тебя идет веер клинков по мобам, которые сзади прокопал держит. Если ты задеваешь все 10 мобов, то энергия у тебя восстанавливается с такой скоростью, то есть, что за напул, с символом напула ты успеваешь дать 5-6 вееров, которые дают очень-очень хорошее агро вкупе с другим рогом и с хунтом для протопала. Потому что если идти без роги и ханта, то протопал физически не сможет словить все 10 мобов, и 10 мобов убьют какого-то хила. Все понял, да? Продолжение следует...